рано утром рано утром будем мы нарекаться поскольку находится он сейчас не на европейском континенте и даже не азиат не на азиатском здравствуйте дорогие друзья начинаем очередной вебинар от приан тема заявленная очень понятная готовь сани летом в начале лета говорим о гражданстве и о внж за инвестициями разговор у нас сегодня будет весьма широкий мы будем общаться с экспертами компании капитал партнер с руководителем компании ну река цену ли здравствуйте вот нурия ну как я уже сказал традиционная история находится нуре на американском континенте именно поэтому у него сейчас ранее ранее утро и в общем всегда у нас по срокам тут такое легкое несовпадение я с удовольствием представляю софию силену вице-президента это скриптал партнерс по россии снг софи находится сейчас в москве да настоящий москве соответственно в таком более привычным часовом поясе как я уже сказал мы будем рассказывать ну с одной стороны о тех возможностях которые есть сегодня тех возможностях инвестиционной иммиграции которые представляет компания капитал партнерс но с учетом того что и компании ну и софи являются людьми скажем так в хожими мягко скажем деликатно да вот в эту тематику мы поговорим чуть более широко поговорим о той ситуации которая вообще сейчас складывается на рынке инвестиционной иммиграции что меняется какие возможности есть какие тенденции в ближайшее время будут определять вообще весь этот рынок и к нам вот зрители наши присоединяются традиционно работает чат вы можете задавать вопросы как общего характера так и вполне конкретные контакты компании в скриптал партнерс я попрошу тоже в чате показать ну и а теперь все таки давайте несколько их конкретных вопросов насколько я понимаю на прошлой неделе вы или даже на этой неделе вы были на какой-то весьма значимой конференции на карибах да где собирались представители стран и инвестиционных иммиграционных программ гражданство карибских стран двух словах давайте с этого и начнем что это было зачем они собирались вообще было две недели назад в гранаде и для нашей индустрии это было действительно значимая для нашей индустрии хотя бы на карибах мы сейчас идут очень большие изменения в программой программах гражданство для инвестиций на инвестиции вообще в мире очень много перемен в основном на на карибах и америка и европа очень сильно надавили на карибские страны чтобы они меняли программы и стали даже строже чем они были до этого и самое значимое изменение это то что и америка и европа решили что странный карибских карибских страны продают гражданство слишком дешево и они решили что ну они очень сильно надавили и все карибские страны договорились о том что они поднимут цены в два раза начиная с июля сначала только четыре из этих стран договорились об этом подписали соглашение нами намеренных поднимать сценой но из санта-лучия еще не подписывал этот договор но на эти конференции они сказали что они подпишут и так что это была самая главная тема что все цены меняются и это естественно очень значимо это значимая потому что сейчас очень многие хотят успеть до понятия цены цен и и и вообще все что вокруг этого они ну мы очень много говорили об этом потому что еще много вопросов неясных они не прямо поднимут в два раза они могут подниматься еще чуть больше чем в два раза они еще не знают по каким категориям насколько они поднимут я имею ввиду есть безвозвратный взнос в правительство это они поднимут хотя бы как минимум два раза и по опции недвижимости еще непонятно насколько они будут подниматься цену я просто хочу уточнить но ведь вы говорите непонятно но при этом до первого июля времени то осталось всего ничего как я согласен и на самом деле хотя они объявили что это будет с первого июля я не уверен что они успеют потому что менять закон это не просто так менять закон надо обратиться в парламент и парламент должен голосовать за за эти изменения и это надо обращаться в 5 парламентов каждом парламенте в каждой стране есть разные процедуры и принятие этих решений я хотя они обещали у меня ощущения и по разговорам с деятелями из разных этих стран что они не успеют они физически не смогут это делать потому что принятие закон это не вот так это не происходит вот так вот смотрите вот есть пять стран собственно есть проекты с которыми вы работаете вот нынешние базовые условия программ то есть по-прежнему есть предложение но там на сент-люсии от 100 тысяч есть доминика от 100 тысяч здесь еще отдельно вы говорили про антигуа да вот про него даже отдельно и тоже 100 тысяч то есть означает ли это что ну вот есть требование что минимальный порог будет 200 и он должен быть вроде как с первого июля но тут возможны некоторые временные подвижки то есть может так я думаю что даже не 15 наверняка сначала августа или сначала сентября но это вот-вот это скоро то говорили если вообще на этой конференции говорили о россии и о беларуси с учетом того что с 23 года когда последняя программа гренады закрылась для россиян если какие-то подвижки или наоборот все хуже или по сути ничего не изменилось вот на этой конференции если мы говорим про карибские страны они даже не говорили об этом никто не говорит об этом к сожалению пока вопрос о россиянах и белорусах нет вообще не вообще нет я правда конференция чисто внутри карибская то есть более широко не смотрели только вот они собирались только ли мы собирались но приезжали люди из разных стран из азии буквально пару моментов для вас чтобы понять да вот насколько я понимаю вы говорили что особенность именно у карибских программ в нынешнем виде что они не работают с не то что с россиянами или с белорусами они работают со всеми у кого есть какой-то след российский или белорусский можно пару слов об этом буквально что это значит я слышал один из премьер-министров мне говорил что они не будут принимать людей которые даже пахнут слова пахнут россии но пахнут россии это не совсем так они то что они имеют ввиду этот это то что у кого есть свидетельство о рождении о том что человек родился на территории россии они так судят кто такой русский мы знаем и наш вебинар регистрировались я думаю что из наших зрителей есть граждане нам других стран да софи тогда буквально в двух словах насколько знаю сейчас активность именно желание успеть в последний вагон по старым финансовым условиям есть потому что ну скажем граждане с паспортами армении казахстана узбекистана украины и их ограничений нет как сейчас с ними происходит работа в двух словах и перейдем потом дальше к другим странам да конечно филипп но во первых слово последний вагон она звучит за последние годы очень часто и в этот последний вагон разных поездов мы заталкиваем всех последних желающих и ждем нового поезда вот сейчас он опять подоспевает и этот вагон заполняется это действительно все россияне белорусы к сожалению нет все люди владельцы других паспортов кто не решился за свою жизнь получить российское гражданство мы говорим сейчас про граждан других стран советского союза бывшего кто не получал российские паспорта и российское гражданство имеют полную возможность податься по старым ценам и мы поможем войти не пугайтесь что сроки достаточно сжаты в этом как раз и заключается наши наши скиллы наша работа наше знание чтобы сделать все таким образом чтобы успеть подать и если даже в каких-то странах карибского бассейна которые выбирают тот или иной клиент есть некие шероховатости есть необходимость апостелизации мы будем решать эти вопросы и проблемы по мере поступления в принципе этих проблем в открытое поле и когда мы это все узнаем есть один момент вот нуре упомянул проблему для карибов если человек имеет свидетельство о рождении из россии из советского союза с территории россии рсфср давайте так это называть но обла никогда не имел российского паспорта имеет паспорт другого государства снг вот в этом случае есть несколько стран карибского бассейна которые несмотря на то что в существующем гражданстве паспорте другой страны у него будет написано место рождения хабаровск рсфср мы можем найти тот карибский вариант который в который мы сможем податься и мы это уже прошли и получили от одной стороны карибского бассейна подтверждение что можно пробовать поэтому кейсы совершенно на нас сыпятся разные люди с паспортами других стран их очень много и у всех свои истории поэтому кейс байкейс мы все это решаем но только сегодня ко мне обратился наш клиент который только что получил одобрение по гренаде для своего друга которую армянин но пять лет назад получил гражданство российской федерации вот в таком случае увы я ответила ему нет это мы не сможем принять потому что наличие гражданства все портит хочу тогда вот еще что уточнить про это тоже ходит очень много разных слухов возможно не ну как бы вообще сейчас очень много и это очень мешает нашей индустрии ну видите да сейчас мы живем в такое время когда тогда слухи заменяют информацию давайте попробуем на часах развеять вот еще один момент все таки а что происходит сейчас с теми кто оформлял с российскими паспортами и так далее с людьми которые оформляли гражданство карибов 2357 лет назад был альф опять же слух был о том что им там не продлевают спорта формально гражданство продлевать не надо но фактически же там есть какой-то срок действия паспорта как бумаги таковой насколько сейчас с этим есть трудности и то что детям паспорта не дают насколько это действительно так и какие здесь есть риски что вообще делать такой ситуации нури и софи кто ответит окей мы с нашел с этим сталкивается ежедневно у нас сотни русских клиентов которые за все время существования программа существуют они уже десятилетия но получали гражданство вторых стран и все это речь про карибские разные программы и сегодня кто-то уже приходит к необходимости продления паспортов кто-то в следующем году приходит у кого-то кстати 45 лет например у таких стран как гренада сент-люсия и антигуа и 10 лет у таких стран как сент-кидз и доминика детям выдают если в сент-кидз и на 5 лет в общем есть у каждой страны свои нюансы что сегодня происходит продление может случиться с каждым человеком не нужно этого бояться для этого не нужно лететь на остров да это немножко удлинено по срокам прохождения процедуры потому что дичель нас тормозит у это все проходит через какой-то бахрейн как вы помните в общем длинный путь самих документов на острова но там каждый из этих стран продление делает что касается детей вот здесь очень такой несбалансированный ответ будет и в принципе есть прецеденты выдачи гражданства присоединение детей и на санкидз и на других островах но это все опять-таки от случая к случаю нет системы вообще карибы не присоединяют но если у кого-то рождается ребенок надо хотя бы попробовать и да это антиконституционное мы много и закон нури знает по-моему наизусть уже эти законы всех карибских стран в общем то так не должно быть но вот связи с ситуацией перегибы на местах влекут вот такие последствия поэтому все можно можно пробовать и авось получится окей давайте тогда от карибов сейчас перекинем мостик то есть тут вроде история понятная если у вас есть том числе паспорт россии даже пробовать бессмысленно если нет то почему нет все это работает и примеры после нужно не то чтобы почему нет а нужно об этом уже задуматься и те самые сани себе приготовить ну сколько можно бежать в эти последние вагоны сделайте просто если вы имеете возможность если наши потенциальные клиенты и слушатели имеют возможность своим детям подарить будущее без проблем диверсифицируя риски на сегодняшнего мира между несколькими гражданства и почему это не сделать виды на жительство других стран гражданство других стран можете сделать сделайте потом решите что с ними делать мы тоже 10 лет назад думали зачем нам этот паспорт ну круто синяя бумажка а сегодня все бы у нас выстрелились на километровую очередь а мы не можем никому помочь думайте сейчас друзья напоминаю что чат работает если есть какие-то вопросы ну понятно что в такой теме большую часть вопросов все равно люди стараются задавать лично но если есть какие-то общие вопросы да пожалуйста задавайте перекинуть мостик другой программе гражданства которые за последние недели проходило много новостей и вот эта программа гражданства она в том числе и для россиян работает самое на бюджетное что сейчас есть эта программа гражданства в инуату во-первых софер работает не работает работает тоже по этому поводу но столько спекуляций в открытых источниках и обещание угрозы что скоро она закроется и что у нас закроется завтра и что она закрылась вчера сегодня открылась и как там к русским относится все она работает она прекращала функционировать где-то на несколько недель потому что были действительно у локальных агентов проблемы с получением средств от российских пользователей потом подающихся но многие агенты и все эти вопросы и проблемы закрыли и решили поэтому сейчас в инуату работают и тоже по поводу инуату отличный способ не ждать полтора года как в турции мы любим все программы которые остались и мы в них как рыба в воде себя чувствуем и египет на которой мы получили лицензию единственные в европе в принципе владельцы этой лицензии и турции которая очень многим россиянам помогла и вообще людям со всего света но в инуату реально самая быстрая программа это 3-4 месяца и это не просто маркетинговый какой-то заход это работает и это дешево сравнительно естественно дешево это не 3 копейки не 10 тысяч долларов но это если сравнивать с теми же турции в египтом это очень дешево а это гражданство является мостиком к золотым визам многих стран европейского союза которые уже упростят жизнь нашим клиентам вот ну и тут я вот что хотел бы все таки что то что вы рассказали то что непосредственность цифры и цены понятное вот что можно сказать о вообще взаимоотношениях в инуату и ес ведь насколько я знаю в двадцать втором году безвизовый режим был закрыт и вроде как евросоюз там начал грозить пальцем точно так же как он сейчас грозит пальцем странам карибским что ребят вы что-то поменяйте у себя и мы может быть тогда вернемся к безвизу но как я понял вануату решили ничего не менять вот но при этом как софия сказала та же самая программа внж греции для людей с паспортом вануату открыта понятно что это такая неофициальная информация но как это все сейчас работает что на самом деле официальная информация официально неофициально но это правда вануату решили что им наверно лучше не менять ничего чтобы я не могли быстро делать практически всем гражданство и они уже поняли что они не получат безвизовой въезд обратно из из есть они это поняли хотя я полтора месяца назад был на конференции в москве и объявили что да вот вот мы получим нашу безвизу обратно но это естественно неправда и было понятно тогда они получают очень много клиентов не из россии а из ну из россии получать клиента тоже но в основном он из китай и им было легче остаться в такой позиции потому что и так они получают очень много клиентов и поэтому зачем усложняться дела все-таки чем хочу уточнить вот карибские паспорта их всегда считали называли тревел документами да то есть по крайней мере их называли тревел документами до пандемии да и в начале пандемии тоже в начале пандемии это был самый писк что ребят по-другому не ехать а с паспортом нет такого дела как продажа паспортов то что мы делаем и все наши коллеги делают мы помогаем оформлять гражданство определенный статус стране и вануату продолжает оформлять гражданство и все каримские страны продолжают оформлять гражданство с гражданством идут определенные обязательства и и возможности один одна из возможностей это получать паспорт так что это должно быть очень ясно естественно мы всегда путаем в нашей в нашем лексиконе слова и понять так а зачем все таки ну хорошо вот вы сказали действительно есть пример мы о нем отдельно сегодня поговорим софья про грецию да про вот те возможности когда открывает паспорт вануату до сих пор но что еще вот какие есть ну какие-то обязательства перед небольшим государством на австралийском континенте я получу прекрасно но что еще хорошо вот что я могу сделать или я я перед эфиром рассказывал что я нахожусь сейчас в штатах и вчера я сделал маленький семинар для 25 состоятельных американцев по поводу получения инвестиций на карибах и для получения гражданство им очень было интересно и на самом деле у нас сейчас очень много американских клиентов им travel passport не настолько нужен потому что у них есть американский паспорт но они покупают я всегда издеваюсь над моими американскими клиентами им говорю что вы очень похожи на русских чтобы вы знали вы сейчас хотите хотите покрывать определенные политические другие риски вы волнуете что может быть в америке будет революция инфляция всякие могут быть проблемы вы боитесь что трамп придет к власти ли вы боитесь что джо байден придет опять к власти и вы хотите иметь определенную страховку и знать что если нужно будет будет возможность куда-то уехать и где-то сидеть потому что ваш американский паспорт не дает вам это право да это дает вам право ездить по европе на по 90 дней в полгода но это не это вам не дает право там жить так что вы сейчас хотите и многие хотят просто иметь страховка который дает им возможность если что где-то находиться и мы видим на примере украины что много людей не когда не думали но миллионы уехали куда-то без статуса и они очень сильно страдают на на эти конференции на гренадии я встретился с украинской девушкой которая получила гренаду и живет на гренаде ну понятно это все да эта история такая совсем уж понятная всякие непонятные что хорошо вот если мы сейчас тогда говорим о внуату пример гренады которые что-то изменило да сначала они закрыли программу для россиян закрыли программу для белорусов сейчас резкий рост цен ваш прогноз ваше ощущение может ли что-то измениться на свануату с учетом того что вроде как уже там они махнули рукой и понимаю что без виза с европой не будет они будут его сохранять что может изменить если вы имеете ввиду могут ли закрыть программу может ли для россиян ну что-то да как какие-то здесь очень легко если они никак уже не связаны не с европой не с сша в чем проблема но они не связаны визами они связаны всякими другими способами тоже они они члены и он они члены много международных организаций и у них есть банки и когда у них есть банки если они хотят иметь отношение к американскому доллару то они должны слушаться пока никто не давит на них сильно по поводу россиян такого нет но возможно окей софи я тогда попрошу просто буквально несколько слов сказать практического уже характера предположим вот сейчас россиянин белорус не важно получить именно гражданство вануату в том есть определенный интерес как это происходит сейчас я считаю не про изменения возможно изменений особых и нет но среди наших зрителей возможно те кто впервые об этом слышит что делаем в нацка и гражданство очень простое в оформлении во первых с чего мы начинаем это с проверки аппликанта пред проверки в чеком если все нормально и человек не под санкциями кстати вануату тоже не принимает людей санкционных это маст это как бы сразу проверяется на берегу и криминал вануату немного изменили подход все-таки к своей проверке если раньше еще пару лет назад там совсем без разбору всех принимали направо и налево то сейчас хотя бы делают вид что присматриваются и трясут каждый файл действительно всматриваясь туда если человек или семья принимает решение идти в программу во первых сегодня существует две рабочие два рабочих направления в нацкой программы это либо подарок известный по карибам нам невозвратный взнос так называемый подарок взнос в госфонд в размере от 130 тысяч долларов на самом деле мы предлагаем либо первую опцию от этого невозвратного взноса либо вторую взнос кокосовый фонд красиво звучит по факту это интересная опция для семьи из четырех человек например потому что тут можно сэкономить на очень хорошо можно сэкономить на своих затратах но для одного человека это не будет так интересно вот поэтому на берегу мы будем спрашивать у каждого заинтересованного количество членов семьи их родство в общую заявку можно взять мужа жену детей зависимых и родителей поэтому вот в зависимости от количества членов семьи цифры вы видим видите заходные на экране кокосовый фонд чем еще может быть интересен хотя это такая скорее всего дискуссионная тема и посмотрим как пойдет они обещают возврат 50 тысяч долларов из заявленных 165 после пяти лет держания инвестиций но так как еще мы не прошли этот путь ни разу и не наблюдаем как страна себя ведет посмотрим но в обещаниях это есть вануацких поэтому на семью из четырех человек в общем то можно уложиться в сумму 180 тысяч долларов и всем оформить за три месяца правильно ли я понимаю что как раз вануацкий паспорт чуть ли не единственный сейчас не требует выезда или приезда туда то есть все можно вообще все делается удаленно или не требует никуда приезда кроме антигуа которая после уже попросит потребует хорошо пятидневное пребывание в стране если мы говорим именно для россиян и египет потребует приезда до вануату не нужно лететь и слава богу мы туда никогда бы не добрались хотя у нас есть клиенты наши и уже вануацкие граждане и граждане других стран которые мы помогали им оформить гражданство которых они любят путешествовать в том регионе и кто был а было уже по моим подсчетам около десяти семей рассказывают что это очень красивые острова гораздо интереснее карибские кстати с точки зрения природы поэтому если есть желание конечно туда можно полететь но это практически до австралии те кто летят австралию новой зеландии на месяц то можно залететь и вануа окей давайте перейдем так двум другим программам гражданства которые по-прежнему открыты для граждан россии в том числе не только для россиян но в том числе россиян несколько слов про египет вы действительно очень плотно продвигали программу и у нас несколько материалов я может попрошу если мои коллеги сейчас найдут скинуть несколько статей которые у нас выходили поскольку как мне кажется никаких глобальных изменений это не произошло в этой программе но что что сейчас происходит на африканском скажем так направлении какие тут новации на что надо обращать внимание пожалуйста спасибо вам большое филипп вы шикарные статьи выпускаете и по теме египта в том числе они настолько полные что если человеку нужно почитать первичную информацию почерпнуть реальную то вот к вам мы сами зачитываемся используем ее прям супер египетская программа существует уже больше года в таком активном ключе и да она не меняется слава богу но не могут все меняться постоянно то мы только привыкаем к одной какой-то парадигме уже нужно уже полностью все менять промо материала менять мы даже перестали практически печатать потому что цифры пляшут туда и это невозможно просто уследить за этим египетская программа самая популярная одна из это вложение в недвижимость потому что это понятно людям египет многие любят можно выбирать недвижимость в любых локациях кроме шар-мальшейх а то стенайского полуострова вот это вот нет а все остальное ради бога интересная недвижимость под хургадой в регионе в локации в районе который называется эльгуна это огромный закрытый поселок который египтяне довели до состояния такого премиального курорта там и пятизвездочные гостиницы и ты попадаешь ну как будто бы в такую даже европу можно сказать но все это за забором туда пускают только по специальным разрешениям в общем никто лишний в эту локацию не проходит классное место прямо вот мы рекомендуем это все своими глазами видели все отсматривали поэтому вот это то что под хургадой да каир сам безумный город но новый каир прекрасно выглядящий и строится он семимильными шагами тоже мы все там были посмотрели административный центр каира тоже интересное место куда будут перевезены и уже перевозятся все муниципальные и основные чиновники грубо говоря это выглядит очень достойно и посередине пустыни вырастают просто новые города и спрос конечно внутренний спрос и спрос близлежащих стран на гражданство египта и на недвижимость в новых локациях он просто зашкаливает что касается русского рынка как оказалось мы любим рыб и летать в недорогие отели египта и почему-то в нашем нашей ментальности не заложено понимание в принципе что египетская недвижимость это не 30 тысяч долларов которые хотят за 30 50 что-нибудь там набрать себе 10 каких-то апартаментов хороших уже меблированных в хороших поселках но так не бывает вся хорошая недвижимость стоит дорого и в той же льгу не можно хорошо себе позволить что-то купить на сумму где-то от 500 и до бесконечности там есть роскошные виллы 6 10 миллионов со своими причалами яхтами так далее но это как раз знакомые всем по европейским курорт по европейским программам цены мы когда обсуждали с вами вот ровно год назад уже тогда египетской программе в общем говорили вы ее начали представлять но вы говорили что в общем программу то заявили она же вообще появилась по моему в начале пандемии но при этом вот вся эта схема собственно на египетской стороне как собственно действует куда приходить но они не понимали вообще ничего насколько сейчас эта история как бы выстроена насколько работает конечно не работает очень точно но все работает люди получают гражданство и все нормально то есть никаких бюрократических проблем когда ты общаешься с правительством в любой стране мира такого нет всегда есть бюрократические штучки это так всегда когда ты когда ты имеешь дело с пирога цинь то появляются бюрократические ну хорошо вот окей софья вот вы работаете человек приходит на программу и в один и тот же момент один человек приходит на программу в ну а то другой приходит на программу египта с программы египта вам придется повозиться больше просто потому что что или нет потому что там нужно выбрать недвижимость потому что мы заставляем просто людей лететь туда и смотреть чтобы потом не было претензий к нам потому что это очень специфический рынок и нельзя выбирать по картинкам как например греческую недвижимость хотя бы можно выбирать или там в других странах. Здесь нужно прилететь, это раз. Возиться с недвижимостью, как вы понимаете, это такая себе история, там много своих нюансов. Что значит возиться? Там просто совсем другой процессинг. Египетская программа стартует с сбора документов, а оплата в 10 тысяч долларов за проверку. Поэтому собирать просто. Список документов, он где-то близок к Вануанскому. Те наши клиенты, которые оформляли или видели списки по карибским программам, они говорят, это что, список? Но это правда. Они смешные, маленькие, и там всего лишь несколько документов, и совсем не ужас-ужас. Поэтому этого не нужно пугаться. Вануату начинается с другого, тоже сбора документов. Возможно, там дробление внутри самого процесса. Если человек не хочет сразу все документы подавать, мы подаем сначала только на проверку, потом доносим. Это немножко удлиняет весь период прохождения процедур, но в любом случае это можно. А вот Египет требует сразу пакета. Ну и потом, когда человек получает одобрение по Египту, уже внеся свои 10 тысяч, вот тут уже нужно определиться с инвестицией. То есть не нужно сразу кидаться в покупку какой-то виллы или апартамента. Можно присмотреться к рынку, пока вас проверяют. Это удобно. На вашей практике кто-нибудь выбрал какую-либо другую схему, кроме инвестиций в недвижимость в египетском примере? Нет. Нет. Окей. Ну, тогда пора на этом останавливаться особо не будем. Мы были рады, потому что нам, как специалистам в этом, всегда интересно новое что-то пощупать, хотя бы попробовать себя в этом. Как это работает? Ну, мы же не можем просто для себя это делать. Но нет пока. Приходите. Вопросы про семьи инвесторов в рамках программ Египта и Вануату. Вопрос, он такой, с одной стороны, общий. Получают ли какие-то профи семьи инвесторов в рамках программ Египта и Вануату? Какие профиты? Давайте, может быть, немножко переформулирую вопрос, если я правильно его понял. Насколько легко получить родственникам, то есть в одном и другом случае это автоматический процесс, или, в общем, тут какие-то трудности возможны. Это не то, чтобы автоматический процесс, кого мы подаем вместе в одном файле и кого разрешает подавать вместе в одном файле государство, те получают гражданство. У нас есть очень много вопросов на тему, а давайте я себе любимому оформлю тот же самый Вануату, потому что это дешево же, порог входа 130 тысяч, а потом я присоединю жену, пять детей, бабушку и так далее. Так не работает. Здесь нужно сразу подумать о себе, иначе это будет, ну, ничего не будет. В Египте тоже так не будет работать. В Египте можно присоединять то, что очень классно. В Египте, в отличие от Вануату и от всех остальных стран, София знает, что я скажу сейчас, можно присоединять четырех жен легально. Собирайте. С ними можно жениться. Мы взорвали рынок сейчас. Можно оформлять четырех жен. Это уникальная программа. Ну, то есть, да, для определенных людей. Это актуально для граждан тех стран, где ты изначально можешь завести, да, себе четырех. А, хотя нет, наверное, можно жениться на четырех жен в Египте и потом их примет. Слушайте, ну вот, кстати, я жалею тех, кто не посмотрел наш вебинар. Я думаю, что сейчас-то как раз дело-то и пойдет. Это хорошо. Это интересно. Ну, и давайте несколько слов буквально скажем, завершая тему гражданства. О Турции. Турция наше все в этом смысле, как так было пять лет назад и много чего у них меняется в законодательстве и для покупателей недвижимости уж особенно, но программа недвижимости остается удивительной константой, на мой взгляд. Да, там тоже какие-то нюансы в законах меняются, но глобально-то, в общем, работа. Становится дороже всего и все. Ну как, дороже дополнительные расходы. Недвижимость началась. Нет, недвижимость, но... А, недвижимость рожает сама по себе, это да. Программа подорожала год с небольшим назад. Да, это да. Но в двух словах здесь никаких особых изменений сейчас нет, да, то есть как бы все работает. Удлиняются сроки прохождения процедур. Этим Турция нам очень не нравится, честно признаюсь. Это только для тех, у кого железные, крепкие нервы, и кто не будет нервничать, потому что все затягивается, может затянуться до полутора лет. И это действительно так, это не зависит от файла, не зависит от человека, это зависит от чиновников внутри страны, которые, наверное, захлебнулись по старой доброй традиции карибских стран или Черногории, просто захлебнулись в файлах, которые на них свалились год и два назад. Ужасно. Вот с этим, это я по своим клиентам сужу нашего офиса, это плохо с этой точки зрения. А программа элементарная, единственное изменение за последние там много лет, это то, что раньше не требовала справка несудимости, сейчас она требуется, ну и ради бога, потому что мы никого с криминальностью так и не брали и не собираемся брать. С ПЭПами, с лицами под санкциями будут тоже проблемы, а так любой человек, если захочет и решится, может подаваться на гражданство Турции. Она сама в прохождении процедур очень проста. Да, нужно начать, вот тут нужно начать, в отличие от Египта, с выбора объекта. Мы в нашем офисе больше работаем с стамбульской недвижимостью, потому что, ну, как бы, Южная, понятно, она близка нам, там все красиво, но там, во-первых, дороже получается в итоге. Если кто-то хочет дачу, то можно роскошные есть виллы в любых совершенно локациях. Это да, но это не войдет в стоимость 400 тысяч, а на 400 тысяч можно добротные, хорошие, в хорошем комплексе апартаменты купить и сдавать их сразу, если ты не хочешь сам жить. Хотя тоже про турецкую программу нужно отметить, что практически все люди, которые получают и получили с нами гражданство Турции, все переехали и живут. Это уникальная, кстати, вещь, потому что вообще оформляя второе гражданство через инвестиции, люди не эмигрируют. Это вот как запасное что-то, пусть будет, а вось когда-то спасет. Окей. Ну, что ж, давайте перейдем тогда, переместимся из, ну, хотя Турция это на 3% Европы, там на 0,3, там какой-то маленький кусочек европейский есть, давайте переместимся уже в Европу континентальную, здесь на самом деле программ-то по-прежнему безумное количество, откройте интернет, в редких странах не предлагают сейчас те или иные возможности для эмиграции, но поскольку мы говорим все-таки в первую очередь об инвестиционных программах, то говорить будем, как я понимаю, о двух сейчас вариантах, это Греция и Венгрия, ну, о Греции будем говорить в настоящем времени, о Венгрии несколько в будущем, но тем не менее. Итак, давайте о Греции, да, вот, собственно, это базовая история, но эта история, то есть программа Греции все равно не закрывается, Софья, рассказывайте, ну, или давайте, ну, или вот, что у них, что у греков там происходит, это такая внутренняя история, да, то есть программу не отменяется, недвижимость сохраняем, но цены поднимаем. Изнутри это как выглядит. Как и везде, если, если ты чувствуешь, что ты, как бизнесмен, ты чувствуешь, что ты можешь поднимать цену, потому что есть желающие, то ты поднимаешь цены. И все очень просто. У них большой, они получают большой интерес со всего мира, и они поняли, что, они поняли несколько моментов. Первый момент, они поняли, что если они будут анонсировать, что они поднимают цены, то будет, они, они поднимут интерес, ажиотаж, и это то, что они получают. так что это первый момент второй момент они поняли что они могут поднимать цену в два раза и они не будут продавать они будут продавать там на 60 процентов того что они продавали раньше и таким образом они заработают больше даже если упадет немножко спрос будет для них меньше работы для бюрократов и и и те же результаты есть еще один момент во всех странах где продают гражданство за недвижимость есть определенный страх у правителей что иностранцы поднимут цены и тем самым они не дадут местным людям местным людям будет намного сложнее недвижимость и поэтому в португалии например они отменили недвижимость как опция и в греции они поднялись чтобы потому что основная масса людей не конкурируют не покупают недвижимость за 500 тысяч и больше они покупают дешевле так что они не хотят составить конкуренцию самим себе то что слышал и слышу про греческую историю во первых если мы говорим о гражданах белоруссии россии то тут как раз нужно обязательно иметь второй паспорт если он уже есть хорошо если нет то история делаем что-то правильно ли я понимаю что вот в тот день когда тебе выдают паспорт вануату условно говоря в тот момент физически ты можешь уже участвовать в греческой программе можно оформлять сделку в этот конкретно день все можно подавать документы до этого нужно подготовить документы выбрать недвижимость и подготовить все в принципе и ждать этого самого паспорта чтобы уже внести данные в нуации что слышу про грецию что вот они-то как раз вот эта пресловутая греческая медлительность ну кто как ее называет что они-то как раз с резким наплывом людей желающих успеть по нынешним условиям которые ну заканчиваются по факту в конце лета не слишком успевают быстренько обработать количество заявок насколько это так и насколько сейчас надо подождать до августа потом посмотрим на бьем они получат большой наплыв не только к сожалению правительство это не бизнес правительство нельзя просто из-за того что поднимается количество работой бизнес можно просто заниматься больше людей в правительство это не так просто надо получать бюджет от бюджета и это сложно так что обычно столько же сотрудников оформляют мало заявок и оформляют много заявок если им надо оформлять много заявок то это просто становится длиннее занимает намного больше и больше проблем и больше бюрократических штучек к сожалению просто так работают работает правительство в принципе они не принимают больше людей на работу из-за того что есть больше работы все очень просто вопрос вот тут наши зрительницы можно ли оснать с учетом того что паспорт вануату оформляется сейчас взяться за его оформление ты все равно не успеешь концу лета да здесь очень но как бы существенные вопросы и нюансы в принципе нет но наши юристы умеют это делать поэтому мы сможем если это просто не затянется паспорт получения до декабря а где-то выходит он на стыке август сентябрь где-то в этот период то мы со своим умением работать с такими кейсами уже да сможем вы просто зафиксируете себе выборов объект заплатив девелоперу десять процентов как я не буду сейчас делиться потому что действительно такие уже тонкости нашей юридической работы но это возможно как вообще происходит процесс в тех случаях когда у человека уже есть второй паспорт очень просто у нас один человек из многих десятков ездил в грецию выбирать смотреть глазами все остальные просто мы спрашивали спрашиваем параметры поиска которые необходимы человеку это просто под сдачу по минимальной планке 250 или себе любимому для своей семьи сколько тогда спали нужно где бы хотел этот район этот район идем от 500 идем от 250 и так далее студенческий апартамент отель кому что нравится под афине халкидики знаю любые острова рассказываем где свои нюансы вы что хуже что лучше сдается где тухлые простите периоды в году но это и так понятно если это мы говорим про острова и так далее так далее человек определяется мы проверяем объект но он должен быть чистый готовый документы должны быть готовы к сделке именно на подачу как только все проверено девелопер предоставил все необходимые документы нам на подачу под внж параллельно наш юрист здесь в москве собирает вместе с человеком где бы он не находиться онлайн документы человек оформляет доверенность на наших юристов в греции отправляет туда и там уже все вот это вот и оформленная сделка купли-продажи и документы на внж вместе соединяются и мы подаемся подаваться мы можем самостоятельно без присутствия человека у нас есть семьи у которых проблемы с визами если мы говорим про наличие вторых паспортов то тут нет проблем с визами а им проще прилететь сразу сдать биометрию и улететь это мы не подаемся кстати к вопросу про процессинг в афинах мы подаемся совсем в маленьком городке где нет вот этого никто не захлебывается в аппликациях может в афинах в больших городах вообще вот и все в общем-то подались и ждете если есть проблемы с визами или их нет у каких-то членов семьи мы подаемся без присутствия людей по доверенности все документы и потом присылаем человеку бумагу с которой он или все или отдельные члены семьи вместе с ним смогут въехать в грецию но это как бы разрешение на въезд это не виза но разрешение на единичный въезд и там уже все оформляем окей екатерина просит напомнить какой порог будет после августа я позволю себе немного расширить вопрос вот ваше ощущение но ведь программа никуда не девается до растет цена то есть по большому счету ну это просто будет та же история что с карибами для граждан всех стран которые не не 100 а 200 но значит будешь тратить 200 и пожалуйста дальше по той же схеме по сути будет ну тоже заморка дороже я думаю что как и везде цены всегда меняются и в конце концов люди привыкают к новым ценам и привыкнут и будет у меня ощущение что меньше желающих не будет окей готовы озвучить вопрос услуги по внж греции на семьи из трех человек или в частного пробу порядке напишите мне а вот сам я вам отвечу давайте контакт софи напишем частном порядке ответит еще разочек попрошу контакты они иногда очень маленькие мало стоит иногда очень много стоит на нет мы в рынке стоим хорошо ну и давайте тогда перейдем к венгрии здесь мури тоже вам вопрос мы проводили не нам и вебинар с коллегами вашими тоже по венгрии все понятно и ничего не понятно одновременно что это точно в итоге минимальный порог после августа пятьсот и восемьсот или четыреста и восемьсот а то что 250 поднимется до четырехсот да там где недвижимость стоила двести пятьдесят она будет стоить четыреста более того если насколько я помню некоторые районы которые раньше проходили по двести до десятка они сейчас будут стоить вообще 8 переформатированы под уже высокостоимостные районы важный момент что те острова которые по моему с населением больше трех тысяч человек они все будут по 800 а вот маленькие островочки они будут еще по 400 ну и вот 800 во всех более менее представительных районах греции то есть тут греки шалят 800 будет хорошая недвижимость это уже нашей страны в греции есть и вот маленькие где тоже можно чего хорошего найти давайте перейдем тогда к венгрии которая вроде как все флаги в гости к нам но при этом ничего конкретного или все конкретно уже есть ничего конкретного я думаю что конкретика будет ну примерно послезавтра на не послезавтра через четыре дня выбор в европарламент не почти а что то произойдет там через я 9 июня будут местные выборы городские выборы в венгрии в мир и и возможно что политически поменяется немножко не то что поменяется президент или премьер-министр поменяется политический настрой страны и те которые сейчас занимаются этой программой которые про которые все говорят они ждут вот этот понять этот настрой потому что несмотря на то что это не федеральные выборы они поймут насколько их место сильная когда они поймут если партия позиции в игры во всех городах то в центре они становятся немножко слабее чему приведет в смысле программу закроют условно говоря для там россиян белорусов или вообще или будет есть но есть несколько способов по нынешнему закону получать гражданство самая главная возможность это это через инвестицию в инвестиционный фонд но инвестиционный фонд должен получаться есть много инвестиционных фондов венгрии и инвестиционный фонд должен получать определенную лицензию не все фонды будут подходить сейчас есть вопрос какие фонды они будут давать лицензии и как и везде это зависит мы не знаем будет ли один фонд будет много фондов и в правительстве они будут это решать есть очень много слух но пока это еще непонятно проблема в том что если это будет один фонд который любим и правительством то если политический настрой против них то возможно что не понравится что есть только один одна опция если возможно что им надо будет расширять количество фондов условно я вас понимаю изменения возможно и далеко не факт что эти изменения будут касаться внешней истории вполне возможно внутренние какие-то моменты того есть будут вот на сегодняшний день идут очень много внутренних обсуждений венгрии и и пока еще не понятно как это все будет работать то что тоже еще непонятно и это связано на самом деле с санкциями европейскими санкциями на на россию это могут смогут ли участвовать россияны пока на данную секунду никаких официальных запретов никаких нет пока но пока проблема в том что запрет наверняка никогда не будет проблема не не в решении правительства в решении банков банком в россии в европе банки в европе не могут открывать счета или разрешать россиян иметь больше чем 100 тысяч евро и банки в европе не очень охотно принимают деньги от россии и от россиян и не очень охотно открывают счета и пока еще не понятно нужно ли будет открывать счет в банке в венгрии приводить туда 250 тысяч и потом покупать долю в фон или можно будет сразу покупать долю из с деньгами которые не находятся пока в венгрии если это пока еще не по если нужно будет открывать счет банки и положить туда 250 тысяч то россиянам нельзя будет не потому что запретят раз вас технически для этого не сделаешь потому что банки банки запретят это не говорится будет принимать решение а банки просто не будут это принимать если можно будет немножко обходить этот момент и платить сразу в фонд и купить долю в фонде то более вероятно будет возможность покупать но но проблема на самом деле сейчас к сожалению и очень против этих санкций но проблема в том что сейчас в европе и это проблема по всем программам и будет наверно к сожалению не лучше скоро банки очень неохотно обрабатывают русские деньги да это если так что в каждом случае в каждом случае мы мы сейчас стали специалистами по санкциям я никогда не знал что такое но мы в каждом индивидуальном случае мы должны работать с нашими клиентами по поводу того что раньше было вот так идешь сбербанк отправляешь деньги вообще не думаешь об этом но сейчас больше половину нашей работы это помощь не обходя санкции переместить деньги из одного места в другое место да ну главное что тут на вам даже не работает знаменитая пословица сделали рассос то и будет просто проще не будет но просто один случай получается другой нет окей так или иначе мы ждем несколько дней в любом случае это программе я думаю что это несколько недель потому что сначала результаты потом поднимут эту при этом следим до ситуация более-менее порядка все находятся в этом вопросе в ожидании ну а по большому счету давать на такой еще общий вопрос уже напоследок это что единственно что я могу сказать что у нас есть свой офис мы открыли свой офис в будапеште так что если будет возможность работать с россиянами окей ну вот ждать осталось там да действительно по крайней мере к началу июля ситуация точно должна определиться ну и давайте тогда просто еще один момент мы вот про эти программы говорили да по большому счету все-таки ими не ограничивается тот список программ с которыми вы работаете да в целом компания апельс капитал партнерс ну там есть кипр да который насколько понимаю по-прежнему ну как бы при прочих равных не паром филипп но просто кипр это у него есть свои ограничения кипра делают те кому интересен именно кипр для своих каких-то бизнес целей или для проживания но он же не покрывает вопрос безвизово безвизовое перемещение это да это правда ну тогда я я бы хотел еще два слова говорить про португалию да хотя португалия в принципе закрыта для россиян есть сейчас определенная стратегия недавно португалия поменяла правила по поводу получения гражданства после инвестиций и вида на жительство раньше надо было ждать пять лет после того как человек получал видно жить сейчас надо ждать пять лет с момента подачи и если оформление занимает там вида на жительство оформляет три года то через два года после получения вида на жительство можно получать гражданство есть определенная стратегия который определенных моментах работает где россияны подавали на в основном те которые до украины подавали на вид на жительство и застряли там и никто не давал и они подали в суд на правительство потому что в принципе это правительство не может запретить россиянам получать гражданство не могут это это идет против очень многих законов это расизм и так далее и несколько людей получили вид на жительство после этих судебных разбирательств так что если человек хочет получать гражданство в легально в европе есть такая стратегия что продавать ждать возможно судить слово судить она очень страшно но это не так страшно это просто надо подавать и это займет какое-то время это замет может быть два года три года но уже идет счетчик уже начался так что мы мы занимаемся и будем заниматься этим это естественно нужно терпение есть определенные риски но это это легальный способ получать гражданство в европе и особенно когда сейчас я вижу в русской прессе я вижу столько рекламы там гражданство словении который нет такой программой и это только если поделываться очень много славянцев бабушек и дедушек миллионы болгар это все не работает легально и люди которым очень много больших рисков можно получать и потом сейчас как мне сказала одна моя далекая знакомая когда она стала выбирать программу она говорит я уже никогда не думала о том что пойдет каким-то таким полу легальным или совсем нелегальным путем она говорит я сейчас уже готова на все я уже вообще не понимаю что делать но такое время живем знаете мы жизнь это марафон всегда надо это помнить несмотря на сегодняшние трудности и понимать что если делать то что не совсем кошерное то получится на 42 километре на 42 километре могут возникнуть вопросы на последних 195 метрах да как в марафоне и вы знаете я всегда с такой ностальги и грустью все равно при этом какой-то радостью вспоминают наши разговоры там пяти шестилетней давности мы говорили с вами были моложе нам было лучше в отличие от нас вами ныри софий сейчас прекрасно выглядит так что я я просто скажу что мы с вами так или иначе сводимся на какие-то такие философские нотки но при этом по большому счету все равно сегодня мы показали универ да но нам 567 возможностей которые есть да проще не стало проще не становится но с другой стороны если уж считать что человек выстрадал какое-то решение то за последние пять лет его выстрадать можно было уж прям вот того как поэтому я давайте попрошу еще раз в чате опубликовать контакты компании апекс капитал партнерс софи находится в москве и она с коллегами готова помочь и как ну я сказал и про офис венгрии по офису по всему миру одна ситуация у граждан россии совершенно другая ситуация у граждан америки америка сопредельных государств и старались люди нури у американцев свои проблемы своя боль в том числе и задачи то те же самые а контакты вот они и пожалуйста звоните пишите я просто еще хочу пригласить всех да на дальнейшие наши вебинары если информация будет ли доминика как-то решать вопрос с безвизом венойт кингдом вот кстати они пытаются они очень сильно пытаются но пока нет изменения но они очень-очень сильно не безнадежно да то есть но я не думаю что это все безнадежная я думаю что это займет время карибские страны потеряли без визы в канаду где-то 5 7 8 лет назад и недавно получили практически все обратно так что сказать что это это есть очень много бюрократических штучек тут тоже но я думаю что в какой-то момент они получат обра ну что ж на этом наверно остается попрощаться я попрошу еще в чате опубликовать страничку нашу на которой собственно и этот вебинар и другие наши вебинары тоже будут появляться софия спасибо огромное нури спасибо огромное наши эксперты руководители компания апекс капитал партнерс пожалуйста встречи спасибо всем спасибо за присутствие готовьте сани летом не забывайте что это отличный инструмент в виде второго паспорта гражданства или вида на жительство который поможет и во всяком во многих случаях даже спасет кого-то из ваших родственников и близких в будущем самое главное это очень индивидуальное решение и давайте поговорим индивидуально хорошо контакты есть спасибо огромное до встречи